ко мне иди ко мне моя хорошая иди ко мне моя маленькая так ребята предупреждаю сразу что это не обзор это именно первое впечатление от камеры за две недели ее использования а пока давайте посмотрим несколько кадров которые я снял в первый же день как ее получил стоп 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 это были слишком скучные кадры давайте посмотрим другие которые я снял уже на третий день на нашей фотосессии и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сразу для тех людей, которые могут написать, что камеры у меня нет Подготовил коробочку Коробка у меня есть, ну и камера соответственно тоже И снимаю я сейчас именно на нее А теперь давайте пройдемся по самой камере Что мне было нужно, что я искал в других моделях И почему именно я выбрал Sony 6300 И какие собственно минусы подразумевались, что у нее будут И на самом деле оказались Первое и самое главное, что мне нужно было Это автофокус Быстрый и точный автофокус В этом плане 6300 меня радует И я думаю, что будет радовать дальше Автофокус действительно очень быстрый Это вы могли увидеть в других обзорах Здесь никаких сравнений не будет Просто чисто рассказываю свое мнение Автофокус реально работает Реально очень быстро Второй момент Это вход под микрофон, чтобы был нормальный звук Не только вот в таких вот планах видео Но и в обычных записях Микрофон у меня уже есть Поэтому нужна была камера со входом Сразу скажу также, что звук здесь очень хороший До этого я записывал на зеркалке Nikon Там звук просто отстойный Здесь без какой-либо обработки Ну просто опять же пятерка Ну и для сравнения Вот сейчас вы слышите звук с Sony И сейчас вы слышите звук с Nikon D750 С тем же самым микрофоном Это Rode VideoMicro Я не удивлюсь, если я не в фокусе Потому что автофокус у Nikon В режиме Live View просто полный шит Сейчас я немножко помолчу И по идее, если вы, например, в наушниках То вы сто пудов услышите определенный шум Шип и какие-то посторонние звуки Sony А теперь еще раз Nikon Вот такие дела Третий момент, который мне был нужен Это стабилизатор для видео Чтобы снимать, по сути, 95% с рук Нужен хороший стабилизатор До этого у меня был Olympus EM5 Первая версия И стабилизатор находился в тушке этой камеры Это был просто вася К сожалению, в Sony стабилизатора в тушке именно нет Он есть в 6500 Но она стоит совсем других денег Я, в принципе, принял для себя компромисс Стабилизатор пока используется В стандартном вот этом китовом объективе Это у нас 1650 со стабилизатором Так что пока снимаем на него Для себя решил так Если нужен будет стабилизатор То в объективе или в тушке Он все равно особой погоды не сделает Придется докупать внешний Со своим питанием и со своей батарейкой Четвертый момент Это поворотный экран Причем не просто наклонный экран А именно поворотный экран Который вот сейчас, например, бы очень мне пригодился Потому что сейчас я не вижу, что я снимаю И фактически почти не догадываюсь На самом деле сработала ли кнопка записи или нет Потому что я вижу только вас Когда я смотрю на вас, то я вижу вот это Поэтому именно для вот таких вот, такого типа записей Очень нужен поворотный экранчик Ну, к сожалению, ни в 6500, ни в 6300 его нету Поэтому, опять же, для себя принял компромисс Если нужен будет какой-то внешний экран То докупится монитор Ну, это уже, как бы, такой не начинающий комплект Поэтому будем снимать как есть И тут, опять же, работает автофокус Потому что я точно знаю, что сейчас я в фокусе И надеюсь на этот самый автофокус Пару слов о бюджете Бюджет изначально я смотрел на 30 тысяч рублей Именно за столько я продал свой Olympus Как я уже говорил, EM5 Причем самое интересное, что покупал я его за, по-моему, 27 тысяч рублей Году в 2013 Но с учетом курса доллара и роста цен По сути в 2 раза Ну, продал за те же самые деньги, что и купил Но по факту все-таки потерял намного больше Собственно, после того, как я продал этот Olympus за 30 Я покопался и за бюджет в эти деньги Но входил только, опять же, тот же Olympus EM10 Второй версии, если не ошибаюсь Входила, по-моему, Сонька 6 тысячная Но она в плане автофокуса не устраивала И, по сути, все Поэтому бюджет был расширен где-то до 50 тысяч рублей И вот там уже, в принципе, нормальные вариантики начинались Там был и EM5 второй версии И, собственно, вот это уже Сонька пошла Значит, шестой Это качество видео Потому что на Olympus, на первой пятерке Кодек там был порядка То ли 12, то ли 14 мегабит в секунду И видео не то, что было невозможно обрабатывать Какую-то цветокоррекцию накладывать Видео просто тупо сыпалось на том моменте Когда у вас в кадре появлялось много движущихся объектов Например, когда я снимал речку, воду Или листья деревьев, траву, опять же Ну, то есть, это проявлялось достаточно часто Здесь вот с видео все в порядке Потому что я сейчас снимаю на 50 мегабит в секунду И есть возможность снимать плюс в 4К на 100 мегабит в секунду И плюс 120 FPS в Full HD на те же самые 50 либо 100 мегабит в секунду Есть выбор Так что с качеством тут все, опять же, отлично По сути, это все мои основные требования, которые я постарался учесть В требованиях, как вы замечаете, не было никакого 4К Никаких зебр, эслогов и прочих Никакого там приближения при ручной фокусировке Да, это все есть сейчас в Соньке И это все в плюс идет Тем не менее, это мне было не нужно Ну и не нужно, по сути, сейчас И я думаю, еще в ближайшее время Несколько месяцев, как минимум, вообще не будет использоваться Теперь пройдемся немножко по альтернативным вариантам Опять же, из чего я выбирал И после этого расскажу о минусах, которые я вот обнаружил для себя за 2 недели Именно в Соньке Итак, первый альтернативный вариант, как я уже сказал Это был Olympus EM10 второй версии Сейчас уже, наверное, месяц назад вышла третья версия Так что цены на вторую должны немножечко опуститься Еще также я рассматривал EM5 второй версии У него уже появляется вход под микрофон Что мне важно, в принципе, критично важно Но EM5, по-моему, чуть-чуть подороже стоил И опять же, двойной кроп Ну и с предыдущим фотиком мне уже этого достаточно Хотелось нормальный полторашний кроп попробовать Офигенный вариант, на самом деле, который я как-то упустил из виду Это новый Canon 200D Он же, по-моему, называется SL2 Стоит порядка 30 тысяч рублей С объективом, с китовым, со стабилизатором У него есть вход для микрофона У него есть отличный автофокус Canon-овский Dual Pixel для видео как раз У него же есть переворотный экран То есть, и все это в корпусе В маленьком корпусе зеркалочки Соответственно, батарейка намного лучше, чем здесь Это сейчас, кстати, в минусы пойдет Так что Canon 200D Если вы еще выбираете себе для съемки видео фотоаппарат Ну, я на самом деле очень рекомендую на него посмотреть И пристально посмотреть Из Canon же сюда же идет 70D и новый 80D Цена на них, конечно, уже сильно повыше Плюс это более здоровый и более тяжелый корпус Все остальные фишки остаются И экранчик, и звук, и автофокус Так что слишком большая тушка Не хотел Sony 6500 Продолжатель, да, серии 6300 С более высокой серийной съемкой С новым, если не ошибаюсь, процессором Не влезли по цене совершенно Ну, просто неадекватных денег она стоит Поэтому И в ней же был стабилизатор Но по цене Вообще никак не проходило Еще есть Canon M5 Который EOS, да, беззеркалка их нет Тоже хорошая У нее есть вход У него, если не ошибаюсь, есть стабилизатор Цена, в принципе, такая же, как у Sony Ну, не знаю Достаточно сложно, скорее всего Его будет продать через год-два Поэтому этот момент я тоже учитываю Когда придет время обновляться Ну и напоследок, опять же, Sony Во всех вариациях Это A7 A7-2 со стабилизатором A7-S-1 По бюджету не проходим И плюс full frame Плюс дорогие стекла Сейчас, опять же, об этом расскажу Сейчас пройдемся по минусам Которые вы наверняка уже знаете Но еще раз не будет лично их проговорить Во-первых, то, что уже повторялось ранее Это маленькая батарейка Съемки видео в Full HD хватает примерно на час двадцать где-то Не сказать, что это супер много Но мне пока достаточно Проблемы с экраном Он откидной Вверх-вниз Но не переворотный Экран очень сильно бликует И это видно даже сейчас в помещении Что будет летом, я не знаю Судя по обзорам На солнце В принципе, становится почти ничего не видно Посмотрим Перегрев в 4К У этой модели есть перегрев При съемке 4К Я в 4К пока ни разу не снимал В 1080p у меня перегрева пока не случалось Но камера ощутимо нагревалась на ощупь В 4К перегрев Перегрев, говорят, лечится питанием от внешней зарядки Поэтому, ну опять же, мне не актуальна эта проблема Нет стабилизаторов в тушке Вот это будет, скорее всего, проблема Как только я решу китовый объектив сменить на другой И последний момент Это очень высокая цена родных стекол Sony Не во всех родных стеклах есть стабилизатор Но даже если его нету Цена, ну просто офигеть какая Я уж не говорю про полнокадровые стекла Это, кстати, вот еще один камень в сторону семерок их полнокадровых Стекла стоят, ну просто бешеных бабок Там по 100 тысяч 24,70, по-моему, там 1100-120 стоит Какой-нибудь фикс на 35 миллиметров, например Стоит 1050-60 Я не могу себе позволить Такие стекла для игрушки Ну и давайте подводить итоги Плюсы я рассказал, минусы я рассказал Альтернативные варианты, которые и я рассматривал И вам стоит рассмотреть Я рассказал В целом, за две недели использования камеры я доволен Опять же, я предупреждал, что это не полноценный обзор И, скорее всего, его не будет Потому что не хочется заниматься вот этим фотодрочем Сравнивать там всякие шумы и прочую херню Можете посмотреть в других обзорах Это было чисто мое мнение, как пользователя камеры С определенными требованиями И я рассказал то, что я хотел И то, что я реально получил Если видео было вам полезно Если вам не надоело слушать И вы дошли до этого момента То ставьте лайк Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео И до встречи в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok